Привет, мои дорогие! Я рада видеть вас на канале Мама Может! По многочисленным просьбам сегодня я готовлю для вас чесночное спагетти в соевом соусе. Рецепт для тех, кому надоели банальные макароны и кто хочет внести в свой рацион какое-то новое блюдо. Я не знаю, есть ли какой-то оригинальный рецепт приготовления этого блюда, потому что лично я пришла к нему путем импровизации, взяв за основу рецепт приготовления чесночного риса. Это блюдо очень полюбилось в нашей семье и прочно осело в нашем постоянном рационе питания. Итак, для приготовления нам понадобится стандартная упаковка спагетти. Это может быть как спагетти, так и лапша. Лично я чаще всего использую спагетти из гречневой муки. Мне почему-то кажется, что с ними получается гораздо вкуснее, хотя в принципе нередко использую и обычное, главное, чтобы они были из твердых сортов пшеницы. Также возьмем одну куриную грудку. Также можно использовать свинину, говядину и даже креветки. Если вы добавляете мясо, то у вас получается полноценное основное блюдо. Но лично я практически всегда готовлю это блюдо без мясных ингредиентов в качестве гарнира к какому-то другому мясному блюду. Еще понадобится одна довольно крупная свежая морковка. Также нужна головка чеснока. Опять же регулируйте на свой вкус. Если вам нравится, чтобы чеснок прямо яро чувствовался, то можете взять больше одной головки. Но лично я считаю, что это оптимальное количество. И возьмем полстакана классического соевого соуса. Количество соевого соуса обычно я регулирую на глаз, но примерно выходит где-то пол бутылочки. Также понадобится 1 столовая ложка сахара, можно заменить на тростниковый сахар и даже мед. Вполне логично использовать репчатый лук, он здесь будет крайне в тему, но так как я совершенно не перевариваю жареный лук, то я буду готовить сегодня без него. А вас я обязательно предупрежу в процессе готовки, когда и как его нужно добавить. Ну и последнее, что мне понадобится, это горсточка кунжута. Берем обычный сушеный кунжут, который будем добавлять в конце приготовления. Сначала подготовим все ингредиенты. Грудку нарезаем довольно мелким кубиком, можно нарезать соломкой, здесь все на ваше усмотрение. Морковь нарезаем тонкой и длинной соломкой. С недавних пор для ускорения процесса я начала использовать терку для корейской моркови, но вручную нарезанная морковь имеет более подходящую форму. Теперь подготовим соевый соус. Добавляем в соус столовую ложку сахара или меда, и для того, чтобы сахар хорошо растворился, нагреваем соус в микроволновке около 1 минуты. Далее отвариваем спагетти. Спагетти должны быть практически готовы, когда их нужно будет снять с огня и промыть. В сковороде разогреваем немного подсолнечного или оливкового масла. Хорошенечко поджариваем кусочки куриного филе. Когда появится золотистая хрустящая корочка, снимаем с огня. Теперь займемся остальными ингредиентами. Высыпаем морковь на сковороду и даем ей хорошенечко обжариться на маленьком огне. Морковь должна быть хорошо прожарена, при этом ни в коем случае не подгореть. Именно поэтому лучше выбрать маленький огонь. Когда морковь будет наполовину готова, можно добавить нарезанный полукольцами лук. Когда морковь готова, добавляем измельченный чеснок и еще немного все это обжариваем. Затем вливаем соевый соус с сахаром и даем моркови одну минуту потушиться. Добавляем в сковороду отваренное спагетти и тщательно все перемешиваем, так чтобы спагетти были полностью покрыты соусом. Добавляем обжаренные кусочки грудки и вновь все перемешиваем. Если вы видите, что не все спагетти покрыты соусом, можете добавить еще немного, но уже без добавления сахара. Не бойтесь переборщить с соевым соусом, за счет того, что в него был добавлен сахар, блюдо не будет очень соленым. Ну и на последнем этапе посыпаем спагетти кунжутом и вновь перемешиваем. Вот и все очень сытное, необычное, а главное вкусное блюдо готово. Я надеюсь, что вы попробуете приготовить то же самое и не будете разочарованы. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Возможно, вы попробуете приготовить это блюдо. Если у вас все получится или не получится, обязательно пишите в комментарии. Ставьте пальчики вверх, а я прощаюсь с вами до следующей недели. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok